Что помогло мне пережить внезапную смерть мужа? Автор Елена Шурпо Чуть больше года назад у меня внезапно умер любимый муж. Просто пришёл домой, лёг и умер. Была зима, и я как будто погрузилась в оцепенение вместе с природой. Гора внезапно свалившихся проблем придавила меня к земле и всё глубже и глубже затягивал омут отчаяния. Помимо прочего, я оказалась в довольно сложной материальной ситуации. В декрете, на руках полуторагодовалый ребёнок, дочь-подросток требует особого внимания, нужно платить по кредиту, и всё это в чужом городе. Мы жили на родине супруга, без возможности уехать или выйти на работу. Выхода я не видела и только плакала. А потом со мной начали происходить чудеса. Удивительным образом стали решаться бытовые проблемы. Как только в кошельке заканчивались деньги, в тот же день их присылали родственники. Находилась подработка. Отдавали старый долг. Удавалось продать что-то из давно ненужных вещей. А порой деньги и продукты передавали знакомые или соседи. А утешение свыше обретало порой самые невероятные формы. Внезапный поцелуй сынишки, раскрытые в нужном месте Евангелие или наставление святых отцов, звонок подруги. Наверное, это прозвучит странно. Но в горе я, как никогда ранее, почувствовала его присутствие в своей жизни. Однако самое, пожалуй, удивительное – это как мою душу врачевала помощь другим людям. Однажды в соцсети у подруги я увидела фото малыша и короткую подпись «Это не мошенники, помогите, пожалуйста». Перешла на страничку этого мальчика, и сердце мое сжалось от боли. «Илюша, ровесник моего сына с тяжелым диагнозом – спинальная мышечная атрофия. Но есть реальная возможность вылечиться. Аппарат, один укол которого останавливает болезнь, самое дорогое лекарство на свете нужно – 160 миллионов рублей, а собрано всего 28. Препарат надо ввести строго до двух лет, остается всего две недели. Если этого не сделать, ребенок будет долго и мучительно умирать». Это прозвучит ужасно, но я тогда впервые осознала, что есть люди, которым хуже, чем мне. Я попыталась представить, каково маме этого малыша понимать, что жизнь ее сына можно купить за огромные деньги, которых у обычных людей нет и быть просто не может. И перевела 500 рублей. Все, что на тот момент было на карте. А потом села писать знакомым, малознакомым, во все родительские группы слезные тексты под постами знаменитостей, понимая, что вычерпываю море чайной ложкой. Две недели я атаковала всех друзей просьбами перевести деньги. Сама отдала все, что удалось выручить на подработках за эти дни, и по несколько раз в день заходила на страничку Ильи посмотреть, какая сумма собралась. И вот чудесный апрельский день. Мы с сыном вышли погулять. Я, как обычно, открываю страничку мальчика и вижу заветные слова. «Сбор закрыт». Как выяснилось, недостающие деньги перевел анонимный меценат. Я стояла посреди улицы и плакала. Впервые за долгое время не от жалости к себе, а от радости, что абсолютно чужой, незнакомый мне ребенок будет жить. Вокруг распускалась молодая зелень, как подтверждение торжества жизни и символ моей, моей поживающей души. После этого случая я устроилась в группу волонтеров для помощи еще одному малышу с таким же диагнозом. Его сбор был закрыт в октябре, и буквально через неделю наша команда почти полным составом переключилась на новый сбор, который продолжается сейчас. А тот, мой самый первый мальчик Илья, он жив. Успел получить свой укол и теперь проходит реабилитацию. Субтитры создавал DimaTorzok